Всем здарова, друзья, с вами Xenazos. Сегодня я вам покажу три актуальных бага на 6.85 карте, 329 обновление, последняя карта. Не буду тянуть, поэтому сразу поехали к делу. Итак, друзья, первая фишка и первый баг на сегодняшний день. Актуально у нас будет этот телепорт тангусов на центральную линию без участия кого-либо. Просто у нас тангусы будут появляться на центральной линии. Что нужно для этого сделать? Этот баг открыл я случайно совсем в обычной игре, в обычных юзерских моментах. И, соответственно, что у нас нужно сделать? В игре мне нужно было сделать так, чтобы тангусы разделились. И мне нужно было продать рабочие тангусы и докупить себе еще один артефакт. Но, к сожалению, я этого сделать не смог, потому что... Сейчас немного карты повыше. Ой, карту, вебку. Во, отлично. И, к сожалению, я это сделать не мог. Ну и, конечно же, попробовал с помощью курьера разделить. И вот, что ж мы делаем? Мы берем тангусы, загружаем в куру. Коротко о баге. Поехали. Тангусы у нас в курьере. Этих мы тангусы продаем. Но не обязательно продавать, допустим, если вам нужно золото. Но мне конкретно нужно было золото. Ну и, в принципе, все. В курьере у нас два тангуса. И вот тут есть кнопка такая Drop Items. Если мы возьмем, дропнем эти айтемы, то эти тангусы должны у нас упасть вот сюда. Но в кругу силы они не появляются. И где же они появляются? Они появляются у нас здесь на меду. И СФ такой. О, спасибо, бро, запулил меня. И поехали душить крипиев. В общем, простенький баг. Не знаю, более тут нечего рассказывать. Попробую затестить это за центов. И если за центов все получится, то, наверное, будет пушечно. Как думаете? Поэтому гоу проверим за центов. Итак, друзья, тут также за центов берем. Покупаем курьера. Но даже не покупаем. Если курьер не наш, ничего страшного. Главное, чтобы он был неуязвимый. Чтобы мы смогли запулить в него тангус. Потому что, когда он неуязвимый, мы не можем запулить. Запуливаем два танга. Дропаем. Нету тангусов. Хотим забрать все в круг силы. Но нету, нету, нету. И где же у нас тангусы эти будут? Интересно, они падают сюда же? Или где-то падают в другом месте? Да, они падают сюда же, эти тангусы. Боже, что за дырка в карте, да? Получается, просто эти же тангусы сюда же и падают. К сожалению, эти тангусы не продать. Ничего нельзя. Но фишка такая, что и за ту, за ту сторону работает. Я его убью сейчас. Реально. Вот, получается, что эта фишка у нас работает из-за центов, из-за скоржей. Понимаете. Не знаю, увеличит ли вы ваш винрейт эта фишка. Но это просто прикольная тема. Пробовал с другими сфардами. Со смоками не пробовал. Смоки, по-моему, так просто не перекинуть по нажатию. Да и, в принципе, наверное, более ничего не будет так багаться. Но если сможете, если покажете, обязательно пишите в комментариях. И я это посмотрю. Все, поехали на следующую фишку. Итак, друзья, следующий и актуальный баг на 85-й карте будет у нас. Это баг на пудже. К сожалению, баг на пудже очень некомфортный. Он не добавляет никаких бонусов. Скорее, больше их забирает. Но это не менее приятная тема. Знаете все, когда пудж хукает, он может еще рот там включить, выключить. А тут такое дело, что на 85-й карте почему-то 329-б. И в прошлой 329-й мапе почему-то у пуджа появился стан во время того, как он хукает. То есть, представляете, насколько это тупо? То есть, вы хуканули, да. То есть, там в теории можно еще, когда цель уже летит обратно, можно выключить рот. А тут получается так, что пуджу прилетает в стан. Почему-то я не понимаю. Посмотрите еще раз. Посмотрим в замедленном. После этого, смотрите, я хукаю. И пудж уходит в стан у нас. Пока хук у нас летит. Я не знаю, насколько это будет у нас, так сказать, долго. Этот баг сидеть на 329-й карте. Но этот баг очень тупой. И он меня дико бесит. Из-за этого я перестал пикать пуджа. Реально, тупо перестал. Потому что времени очень много занимает. То есть, смотрите, казалось бы, да, он так и должен пуш все равно стоять. Но, мне кажется, ну, как-то вот оно все равно по-любому влияет на игровой процесс. Поэтому, друзья, смотрите сами. Этот баг, так сказать, никаких плюшек вам не дает. Как, в принципе, и первый баг. Не думаю, что у вас винрейт резко возрастет, если вы начнете обузить тангуса. Ну, и, соответственно, вроде по пуджу это все. Ничего делать не нужно. Вы просто кидаете хук и уходите в стан. Найс баг. Поехали далее. Итак, друзья, следующий баг, который у нас есть на 329-й карте, это баг с Эмбером Спиритом. Да, Эмбер Спирит у нас баганный герой на 329-й карте. Как только вы берете Эмбера, вы уже сразу потенциальный багаюзер. Но для того, чтобы багаюзить, вам ничего не нужно делать. Поэтому это не будет считаться багаюзом. Багаюз это, как правило, какое-то определенное действие, повлекшее за собой какое-то нарушение механики игры и дав вам это преимущество. То есть, понимаете, а тут получается карта, есть в карте персонаж, и он у нас какой-то такой имбовый. Правильно? Правильно. Я ничего не делал, я просто его взял. А вы сами его таким сделали. Что мне сделать? Некоторые говорят, что его так апнули. Да, удачи, ребят, апнули. В общем, смотрите. У Ксина проблема с фестами. Фесты, как вы знаете, это у нас один такой удар по определенной зоне по каждому персонажу. Крип, герой, неважно. На героев идет определенный процент дэмэджа, а на крипов идет в 50% меньше. Чем же фишка этого феста? Давайте мы его прокачаем. Прокачали в четверочку. И сейчас посмотрим. Этот баг, ребят, напоминаю, что это очень сильный баг. И, так сказать, я бы на самом деле... Вот у меня просят, сделай гайд на Эмбера скорее. Прямо вот сейчас надо. Потому что все увидели, что как-то Эмбер начал раздавать жестко. А тут проблема не в том, что типа там Эмбера апнули или нет. Он просто багнулся. У него багнулись фесты. У него багнулись фесты. И что же у него фесты делают? Судя по тому, сколько дэмэджа влетает с фестов, тут все очень просто. Фесты начали бить по два раза. Видите, сейчас бьют по одному разу. Фесты бьют по одному разу. Как видите, да, все работает нормально. Все работает нормально. Видите, по одному разику бьют они. Но есть моменты, когда он бьет по два раза. Как это сделать, я вам сейчас покажу. Поехали. Ну и как вы поняли, друзья, в соло лобби я не смог добиться успехов. Но пересматривая один из тестов на 329-й карте, я заметил вот что. Да, действительно, у меня это получилось. Но почему-то это сработало всего один раз. Далее, не поняв, что я все-таки добился того, чего я хотел, не понимая почему, я пошел на другие карты. Я смотрел 325-ю, 328-ю, по-моему, еще какие-то карты смотрел. Ну и что ж, в принципе, ничего я не увидел подозрительного. Итак, я решил, в принципе, зайти в родной Айкап. И приходится мне сыграть катку, ребят, чтобы понять, почему же оно так работает. Ведь он иногда работает, Фест, так как должен работать, а иногда работает так, как не должен работать. Ребят, и что ж, так как этот персонаж уже с тройным багом, я ничего не предпринимал, чтобы сделать такой баг, и меня наказать, по факту, просто не могут. Тупо потому, что они сами сделали это чудовище. По факту, я не являюсь багаюзером, я просто беру этого героя, просто беру этого героя, и все. Вон, смотрите, сразу в чатике. Ахаха, багнутого. Вот, смотрите. То есть я ничего не буду делать тут для того, чтобы это забагаюзить. Я просто беру героя, у которого есть баг. И сейчас я буду это доказывать, что у него реально есть баг. Я хочу, чтобы его пофиксили. Ой, Азиас, ну давай уже ближе к делу. Бери его, бро. О, нифига себе, меня вынесло. Вот это баг. Видели? Вы видели? Видели, как меня вынесло? Да что такое? Боже. Хорошо. Ну и как видите, вот такая катка выходит, что... Все просто поливали. Да, друзья. Вот так и получается, что вы просто сидите, играете в доту. И у вас получается так, что вы являетесь багаюзером. А ведь просто все. Все очень просто. Вы же просто взяли героя и идете на линию. И все. Вы больше ничего не делаете. Ну да, качаете вы фисты. Ну потому что это ваше право. Ведь вы играете в игру. И на самом деле я не знаю, друзья. Что тут еще добавить. Я надеюсь, этот выпуск небольшой вам понравится. Потому что тут три самых актуальных бага. Один из них очень сильный. Остальные, в принципе, незначительные. Ну и что ж, ребят. Всем так сказать спасибо. Скажу за то, что посмотрели. Обязательно распространите это видео. Чтобы как можно скорее это пофиксили. Ведь это дает некоторый, можно сказать, дисбаланс в игровом процессе. Не так ли? И ведь я ничего не делал, чтобы забагаюз. Я просто взял такого героя. Поэтому, друзья. Я и по факту могу сказать, что и вы тоже можете его брать. Ведь вы ничего не делаете, чтобы забагаюзить. На этом все. С вами был Xenazos, ребят. Спасибо всем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Смотрите гайды и фишки на моем канале. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.